Здравствуйте, дорогие коллеги! Мы будем обсуждать диуретики с позицией физиологии почек. Для тех, кто хочет узнать больше про почки, мы рекомендуем послушать весь цикл лекций про почки на нашем сайте. Всё, что я расскажу, вам есть в нашей книге. Если вы захотите поработать с текстом, книгу можно скачать и читать с планшета или с экрана компьютера, а можно и распечатать. ПДФ этой книги в свободном доступе на нашем сайте. Скачивайте и пользуйтесь. Другие лекции тоже на сайте. Переходим к делу, дорогие коллеги. В этой лекции мы будем обсуждать физиологические механизмы действия мочегонных препаратов. И хотя многим нравится образ врача-волшебника-чародея, который даст чудесный эликсир и всё наладится, хорошее знание физиологии не повредит и волшебнику. Это план лекции. Мы рассмотрим механизмы действия шести групп диуретиков. Начнём с осматических диуретиков. Для того, чтобы вещество проявило себя как осматический диуретик, оно должно обладать тремя свойствами. Это требование очевидное, потому что по-другому до почек не добраться. Осматический диуретик обязательно должен проходить через клубочковый фильтр. И только находясь в фильтрате, осматический диуретик работает. Если осматически активное вещество не проходит через клубочковый фильтр, как, например, альбумины, то это вещество способствует задержке жидкости в организме. И наоборот, когда коллоидное инфузионное средство типа тетраэтилкрахмала разрушается в крови на небольшие фрагменты, которые проходят через клубочковый фильтр, эти фрагменты уже работают как осматический диуретик, поскольку не реабсорбируются в канальцах нефрона и тянут за собой воду. Везде, где мембрана, проницаемая для воды, вода следует за осмолями. Это важнейшее свойство осматических диуретиков, в полной мере присущий иммунитолу. Раз сказали о главных средствах, следует сказать о неглавных. Тоже весьма важных. То, что лекарство не должно повреждать органы и ткани организма, это очевидно. Если вещество будет не только удаляться с мочой и тянуть за собой воду, но и проникать через стенки капилляров в интерстиции, то негативный эффект от формирования отеков может превысить лечебный эффект диуретика. Если вещество будет удаляться частично почками, а частично, допустим, печенью, это приведет к неоправданным энерготратам организма и снижению эффективности препарата. Сегодня манитол – это основной астматический диуретик в мире. Разные фирмы-производители выводят этот препарат на рынок под разными названиями. Концентрация раствора, объем и тип упаковки у разных фирм-производителей отличаются. Но для нас важно, что манитол – это 6-атомный спирт, который очень похож на фруктозу, сладкий на вкус. Он совершенно никак не участвует в метаболизме, не агрессивен и не токсичен. В организме человека не проходит через клеточные мембраны. Для него нет каналов и белков-переносчиков. Для интересующейся биохимии отметим, у фруктозы есть китонный радикал, у глюкозы – альдегидный, а у манитола – только спиртовые группы. Функциональной единицей почки является нефрон. Он состоит из клубочка, который находится в капсуле Боумана, проксимального изветого канальца, петли Генли, дистального изветого канальца и собирательной трубочки. Из капилляров клубочка в капсулу Боумана под давлением выжимается первичная моча или клубочковый фильтрат. Здесь манитол поступает в первичную мочу и уже больше никуда не всасывается. Он будет удален из организма. Кстати, в сутки почки выжимают 180 литров клубочкового фильтрата, а затем по мере прохождения по трубкам нефрона 178 литров фильтрата и все нужное всасывается обратно в кровь, а все ненужное остается и удаляется с мочой. Первичная моча по составу – это плазма без белковых молекул. Очевидно, что осмолярность плазмы и первичной мочи одинаковые. 60% клубочкового фильтрата реабсорбируется в проксимальном извитом канальце. В предыдущих лекциях мы уже разбирали, как работают транспортные системы клетки эпителия проксимального извитого канальца почки. Просвет канальца на слайде слева, интерстиции справа. Реабсорбция этой энергозатратной процессы почки забирают 20% кровообращения и потребляют 20% кислорода. Стенки проксимального извитого канальца почки проницаемы для воды, и поэтому осмолярность фильтрата на всем протяжении проксимального извитого канальца не отличается от реабсорбируемой жидкости. Транспортные системы клетки проксимального извитого канальца забирают натрий из фильтрата с помощью калий-натриевых насосов, а вода следует за натрием через аквапариновые каналы и межклеточные щели. Здесь показано, что именно возвращается на уровне проксимального извитого канальца из фильтрата в кровь. Весь манитол, попавший в первичную мочу, в ней останется и в конечном счете будет удален из организма. И здесь очень важно помнить, что когда мы вводим пациенту манитол, осмолярность плазмы повышается. Осмолярность фильтрата на уровне проксимального извитого канальца всегда равна осмолярности плазмы, но в фильтрате высокая осмолярность за счет манита, а в реабсорбируемой из канальца жидкости высокая осмолярность достигается за счет натрия. Весь манит, попавший в клубочковый фильтрат, останется в моче. Он не может проходить через стенку канальца. В организме нет ни каналов, ни белков-переносчиков. Соответственно, та осмолярность, которая в проксимальном канальце создается за счет натрия и манитола, в реабсорбируемой жидкости уравновешивается только осмолярностью натрия. На схеме показано, как достигается одинаковая осмолярность в проксимальном извитом канальце и интерстиции. Для того, чтобы осмолярность была одинаковой, натрий в реабсорбируемой жидкости должен уравновесить ту дополнительную осмолярность, которая создается манитолом в фильтрате проксимального извитого канальца. В результате осмолярность крови, оттекающей от почек, повышается за счет большей концентрации натрия в плазме крови. Поэтому, когда мы используем манитол, нужно контролировать не только волюмию, но и осмолярность крови и концентрацию натрия в плазме крови. Ингибиторы карбонгидразы. Наиболее часто встречающееся название – это диокарп. На слайде приведены названия-синонимы. Карбонгидразы имеют другие названия. Угольная ангидраза, карбонат гидролаза. Карбонгидраза – это фермент класса лиаз, катализирующий обратимое образование угольной кислоты из двухокиси углерода и воды. Карбонгидраза наиболее активно действует в тех зонах нефрона, где происходит высокоэнергозатратный активный транспорт. Это проксимальный и гистальный извитые канальцы. После образования угольная кислота распадается на ион водорода и ион бикарбоната. Транспорт иона бикарбоната интересен по двум причинам. Во-первых, здесь участвует карбонгидраза, а во-вторых, ион бикарбоната не пересекает опекальную мембрану эпителиальной клетки проксимального канальца. Он исчезает в канальце и появляется внутри клетки. Затем по каналу выходит в интерстиции как анион из отрицательно заряженной цитоплазмы. Эпителиальные клетки проксимального канальца расходуют много энергии для работы натрий-калиевого насоса. Для этого синтезируется АТФ и окисляется глюкоза. При окислении глюкозы образуются углекислый газ и вода. В присутствии фермента карбонгидраза вода и углекислый газ мгновенно образуют угольную кислоту. Угольная кислота диссоциирует на ион водорода и ион бикарбоната. Бикарбонат выходит в интерстиции как анион из отрицательно заряженной цитоплазмы. А ион водорода выбрасывается в просвет канальца через опекальную мембрану. В канальце идет реакция в противоположном направлении. Ион водорода сливается с бикарбонатом, получается угольная кислота. А угольная кислота в присутствии фермента карбонгидраза, расположенного на опекальной поверхности клетки, распадается на углекислый газ и воду. Так исчезает ион бикарбоната в просвете канальца. Препараты, способные ингибировать карбонгидразу, снижают реабсорбцию в проксимальном канальце и тем самым увеличивают диурез. Это диокарб и ацезоламид. Петлевые диуретики Петлевые диуретики это форосимид и токриновая кислота, буфенокс, перитонид, торосимид. На примере форосимида покажем, что каждый из этих препаратов имеет большое количество коммерческих названий. В нашей лекции мы обсуждаем физиологический механизм того, как работают петлевые диуретики, механизм действия одинаков, но длительность эффекта и эффективная дозировка у разных препаратов отличаются. Эти вещества работают в толстой части восходящей петли Генли. Здесь из нефрона реабсорбируется 25% электролитов клубочкового фильтрата. В этой части канальцы из фильтрата активно реабсорбируется в кровь натрий, калий, хлор. На схеме представлена система активного транспорта клеток канальцевого эпителия в этой части нефрона. Основной механизм первично активного транспорта, как всегда калий-натриевая атофаза, расположены на боковых базальных поверхностях клетки. А на апрекальной всасывающей поверхности расположен специфичный для этой части нефрона белок-транспортер, который работает по принципу вторично активного транспорта, используя электрохимический градиент, создаваемый калий-натриевой атофазой. Этот транспортер за один цикл переноса затаскивает в клетку два иона хлора, один натрий и один калий. Именно этот транспортер и выключает петлевые диуретики. И эти ионы остаются в фильтрате. А в дальнейшем, как всегда, вода следует за осмоленной. Но у петлевых диуретиков есть еще дополнительный эффект, который влияет на осмолярность мозгового слоя почки. Кровь в капилляре и фильтрат в петле Генли текут в противоположных направлениях. Это толстый сегмент восходящей части петли Генли. Область, где интенсивно работают системы активного транспорта. В интерстиции мозгового слоя из канальца активно выкачивается большое количество электролитов. Эти вещества по градиенту концентрации легко входят в проходящие рядом капилляры. Кровь прямых капилляров рядом с восходящей частью движется по направлению к вершине пирамидки. Поскольку капилляры высоко проницаемы для электролитов, идет диффузия и насыщение интерстиции электролитами. Таким образом происходит закачка осмотически активных веществ в интерстиции мозгового слоя почки. Когда петлевые диуретики блокируют активный транспорт электролитов из толстого сегмента восходящей части петли Генли, в интерстиции мозгового слоя осмолярность мозгового слоя снижается. И в результате вытягивание воды из канальца в интерстиции снижается. То есть вода не реабсорбируется, а уходит в мочу. Напомним, что стенка нефрона высокопроницаема для воды в нисходящей части петли Генли и в собирательном протоке. Таким образом, через некоторое время, по мере того, как осмолярность в интерстиции мозгового слоя снизится, эффект петлевых диуретиков усиливается. Теперь обсудим тиозидовые диуретики. К данной группе мочегонных средств относятся гидрохлортиозид, аксолидин, циклометиозид. Это коммерческие названия гидрохлортиозида, наиболее известного как гипотиозид. Из аналогов аксолидина наиболее распространен гигротон. Циклометазид наиболее известен как циклометазид. Это область действия тиозидовых диуретиков. Для того, чтобы начать действовать, эти препараты должны пройти через клубочковый фильтр. То есть эффективность зависит от сохранности клубочковой фильтрации. Действует со стороны опекальной мембраны эпителия в начальном отделе дистальных извитых канальцев, блокируя ко-транспорт натрия и хлора. Эти препараты инактивируют белок-транспортер, который одновременно перебрещает ион натрия и хлора из канальца в клетку. Эти препараты способствуют выведению от 5 до 10% жидкости, прошедшей через почечный фильтр и реабсорбируемой с ионами натрия и хлора в дистальных канальцах. Антагонисты альдостерона. Препаратов на российском рынке всего два. Это спиронолактон и эпилеренон. Однако спиронолактон имеет много коммерческих названий. По существу оба препарата это конкурентные антагонисты альдостерона и действуют в дистальных отделах нефронов. Альдостерон это стероидный гормон коры надпочечников. Это структурная формула и пространственная реконструкция. Зона действия альдостерона это эпителий конечного отдела дистального канальца и коркового отдела собирательной трубочки. Альдостерон через управление синтезом белков в клетке усиливает синтез клеткой калий-натриевой атефазы и канальных белков для ионов калия, хлора и натрия. Основное действие альдостерона в почках это главные клетки конечного отдела дистального канальца и коркового отдела собирательной трубочки. Под действием альдестерона в конечном отделе дистального канальца и в корковом отделе собирательной трубочки усиливается реабсорбция натрия и увеличивается выделение калия. Антагонисты альдестерона не позволяют ему стимулировать синтез белков в клетке за счет конкурентного ингибирования. В результате блокады действия альдестерона снижается секреция калия, снижается реабсорбция натрия и в целом снижается метаболическая активность клеток эпителия конечного отдела дистального канальца и коркового отдела собирательной трубочки. Важно помнить, что антагонисты альдестерона очень слабые диуретики. В зоне, где они действуют, реабсорбируется всего 1-2% воды и электролитов из канальцевого фильтрата. В настоящее время антагонисты альдестерона используются в кардиологии при лечении застойной сердечной недостаточности, как лекарства, воздействующие на ренин-ангетензин-альдостероновую систему. Остался последний пункт программы – калийсберегающие. Калийсберегающие диуретики, амилорид и триам-ТРН являются блокаторами натриевых канальцев. Они действуют в клетках эпителия конечного отдела дистального канальца и коркового отдела собирательной трубочки, там же, где антагонисты альдостерона. Эти препараты непосредственно препятствуют входу натрия в клетку, блокируя каналы на опекальной мембране. Снижение поступления натрия через опекальную мембрану эпителиоцитов собирательных трубочек уменьшает и транспорт ионов натрий калиевым насосам на базу латеральной мембране клеток. Перенос калия с помощью насоса в клетку уменьшается. В результате снижается секреция ионов калия в жидкость внутри просвета канальцев и выделение их с мочой. По этой причине блокаторы натриевых каналов относят к группе калийсберегающих диуретиков. На этом слайде приведены другие коммерческие названия Амилорида. А на этом слайде приведены другие коммерческие названия Триамтерена. И на этом лекция совершается. Если нам удалось вас заинтересовать, то вы можете слушать другие лекции на нашем сайте. Весь материал этих лекций есть в нашей книге. Если вы захотите поработать с текстом, книгу можно свободно скачать и читать с планшета или с экрана компьютера. А можно и распечатать. И я благодарю вас за ваше внимание.